Samsung за день до открытия выставки CES уже выдала всю информацию о новых линейках телевизоров 2021 года. Я собираюсь поговорить о MicroLED, MiniLED, 8K и о многом другом, так что давайте скорее начнем. Но прежде мне было бы интересно узнать, что вас ждали увидеть от телевизоров Samsung в этом году. Оставьте комментарии ниже и пока вы этим занимаетесь, хлопните по кнопке лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить ни одной захватывающей телевизионной новости, которую я вам принесу в этом году. Спасибо. Давайте сразу с места в карьер. Вы наверное уже слышали, что Samsung анонсировал 110 дюймовую версию своего MicroLED телевизора, но в этом году также представил 99 и 88 дюймовые исполнения. Возможно вы помните, что MicroLED впервые появился в качестве стены абсолютно массивного экрана, сделанного из одинных модулей, которые должны были быть установлены профессионалами. И честно говоря, это никогда не было для дома. Это была скорее коммерческая технология. Но новые 110, 99 и 88 дюймовые версии поставляются как единое целое в коробке, без необходимости профессиональной установки. Но вам в любом случае понадобится один или два товарища, чтобы установить его. Но эта инновационная технология с интенсивной яркостью, идеальным черным цветом и со всеми навороченными фишками, что вы ждете от Samsung в этом году, подходит для дома. Ожидается, что эти телевизоры будут чрезвычайно дорогими. Но именно так приходят к нам новые технологии. Сначала цены высокие, потом со временем они падают. И то, что мы наблюдаем сейчас, это начало чего-то великого. Теперь давайте поговорим о Neo QLED. Именно так Samsung называет свои лучшие QLED телевизоры в этом году. Но что такое Neo? Samsung объясняет это как совершенно новый источник света. Что на самом деле означает, как я понял, что это технология мини-LED подсветки с несколькими уникальными настройками от Samsung. Мини-LED технология это тысячи крошечных светодиодных подсветок за ЖК панелью, для достижения лучшего контроля освещения. Что означает более высокую яркость, лучшие уровни черного, лучшую детализацию теней и меньше свечения вокруг ярких объектов на темном фоне. Мы видели, как эта технология появилась в 2018 году. Но теперь Samsung сделал свой вариант и представил его под названием Neo. Samsung не объяснила, в каких телевизорах будет применена эта технология. Но мне кажется, что Neo может быть зарезервирован для 8К телевизоров. Возможно, мы получим одну или две 4К модели с поддержкой Neo QLED. Но Samsung в течение последних нескольких лет все свои лучшие технологии вставлял именно в линейку 8К телевизоров. В этом году Samsung не только повышает качество изображения, но и повышает качество звука. Он добавляет больше динамиков на заднюю панель, чтобы обеспечить более захватывающие звуковые эффекты. И включить технологию Object Tracking Sound на большем количестве моделей своих телевизоров. Эта технология позволяет услышать звук от объекта на экране, где бы он ни находился. Как будто бы этот звук исходит от самого экрана. Samsung также использует технологию Q-Symphony в большем количестве моделей своих телевизоров в этом году. Это когда телевизор звучит совместно с саундбаром, тем самым улучшая качество звучания. Также Samsung все еще поддерживает дополнительные фишки. Как например технология, которая обнаруживает шум в вашей комнате. И усиливает диалог в телевизоре так, чтобы его можно было услышать. Есть еще некоторые детали, которые еще не были раскрыты. Такие как подробные линейки телевизоров и цены. Эта информация всегда приходит позже. Но похоже, что Samsung собирается посостязаться за первенство со своим 8K флагманом Q900 QLED Neo. И заманить своей линейкой MicroLED. И как обычно, это впечатляющее предложение от одного из крупнейших телевизионных брендов. Как всегда, спасибо за просмотр. И не забудьте глянуть другие видео с выставки CES 2021.